Дарья, приветствую вас. На связи. Слышно-видно? Подскажите. Да, здравствуйте, Алексей. Всё слышно-видно. Я надеюсь, что меня тоже слышно и видно. Я очень рада приветствовать всех тех, кто правда ещё не ушёл на обед или, может быть, уже вернулся с обеда. Я правильно понимаю, что я уже могу начинать? Да, Дарья, мы всё у нас в порядке. Звук, картинка. Люди пусть и едят, но остаются с нами, как мы и сказали, поэтому можно смело стартовать и начинать. Сцена ваша. Спасибо большое. Итак, ещё раз всем добрый день. Я очень рада быть частью этого мероприятия и очень рада выступать именно с той темой, которую мне предложили. Мы сегодня с вами поговорим про те тренды в дизайне, которые назревают и которые, возможно, и я скажу, почему возможно, вступят в силу, тогда, когда наша пандемия начнёт уходить на убыль. И также я поговорю про то, какие компетенции могут быть актуальны для дизайнеров, декораторов, стилистов сейчас, в период изоляции, и тогда, когда мы будем из этой изоляции выходить. Буквально пару слов я скажу о себе. Я специально сделала QR-коды, чтобы, если вам интересно, чем я занимаюсь, чем я компетентна, вы могли просканировать, перейти и подробнее почитать. Ещё раз представлюсь. Меня зовут Дарья Казанцева. Сейчас моя основная деятельность — это образование. Я преподаю и исследование рынка дизайна. До этого я уже 15 лет в сфере дизайна, и начинала я в качестве дизайнера интерьера, работала декоратором, работала стилистом, и сейчас до сих пор консультирую по декорированию, по стайлингу. Но моя основная деятельность — это преподавание. Я преподаю в британской школе дизайна, у меня есть своя онлайн-школа, и также я сотрудничаю с многими брендами, обучая их сотрудников и проводя открытые мероприятия. для клиентов, для заказчиков. Я сама постоянно учусь, я путешествую, я смотрю, что происходит в мире, я посещаю различные тренд-сессии, тренд-мероприятия. Поэтому тема трендов — это то, что мне близко, это то, что мне понятно, это то, в чём я разбираюсь. И это то, о чём мы сегодня с вами будем говорить. Я хотела бы начать с того, чтобы рассказать, что в принципе такое тренд-аналитика, и откуда берутся тренды, откуда они появляются, и как мы определяем, что будет модно, что будет актуально. В первую очередь я хочу сказать, что тренд прогнозирования будущего — это всегда про настоящее, это про то, что есть сейчас. И некоторое время назад прогнозы, а есть множество тренд-аналитических компаний, прогнозы делались на 36 и даже 48 месяцев вперёд. Сейчас есть также попытка делать прогнозирование на довольно длительные сроки, но это уже не срабатывает настолько точно, как в прежние времена. Почему? Потому что мир меняется очень быстро. И несмотря на то, что сейчас есть прямой доступ к очень большому количеству, объёму информации, мы никогда не знаем, что у нас произойдёт в следующую минуту, завтра. И так как я сказала, что будущее, прогнозы на будущее, вся тренд-аналитика строится на том, что происходит сейчас, и только из той точки, где мы находимся сейчас, мы можем делать прогнозы, исходя из того, что происходит вокруг, чем мы живём и что нам важно, то как только меняются исходные переменные, как только меняются сейчас, у нас сразу же меняется прогноз на будущее. И мы с вами в данный момент, в настоящий момент, живём действительно в невероятно интересное время, в удивительный, уникальный период, в эпоху перемен. И сейчас ряд тренд-аналитических агентств отзывает свои прогнозы, сделанные даже на 2020, 2021, 2022 годы, потому что понятно уже сейчас, что мир изменился настолько, даже ещё до окончания пандемии, что всё, что не всё, а что-то из того, что прогнозировалось, уже, скорее всего, не сработает. И если мы говорим про тренд-аналитику, то мы всегда смотрим несколько пластов, несколько разрезов. У нас есть метод тренды, глобальные тренды, то, что затрагивает многие области, то, что держится до нескольких десятилетий. У нас есть макро-тренды, это обычно 2-3 сферы и до 7 лет. И у нас есть микро-тренды, так называемые стилевые тренды. И как раз чаще всего интереснее узнать про стилевые тренды. Все спрашивают, какие цвета будут актуальны, какие формы будут актуальны, какой стиль будет актуален. Но это прогноз, который как раз даётся на период от сезона до 2-3 лет, и который зависит от макро-тренда, который в свою очередь зависит от мета-тренда. И сейчас мы с вами живём в эпоху, не просто когда меняются стилевые тренды, когда сложно прогнозировать вот эти коротенькие, маленькие тренды. Мы живём в эпоху, когда меняются даже не макро, а мета-тренды, когда меняется всё устройство общества, меняются приоритеты, меняются установки, меняется в том числе карта профессий. И если мы до этого говорили, что мир такой быстрый, появляется столько нового, так быстро развиваются технологии, так быстро появляются новые профессии, так быстро какие-то направления становятся актуальными, а другие уходят, то сейчас а, всё меняется ещё быстрее, б, мы находимся в полной неопределённости, мы не знаем, что ещё может произойти завтра. Потому что сейчас у нас ситуация меняется буквально ежедневно. Вспомните, что было полтора месяца назад, как сильно изменился мир буквально за полтора месяца. Могли ли вы себе представить такое в январе 2020 года? Нет, не могли. Что произойдёт именно это? Никогда. Более того, мы помним предыдущие эпидемии начала года, птичий грипп, например, Эбола. И к такому результату это не приводило. Поэтому есть непрогнозируемые вещи. И всегда все тренды, они могут выстраиваться, исходя из того, что есть на данный момент. В каких условиях мы живём сейчас? Какие у нас принципы сейчас? Какие у нас ценности сейчас? Меняется исходник, меняются тренды. И сегодня я вам расскажу про скорее большие истории, про то, что можно спрогнозировать, исходя из того, что происходит сейчас. И в конце я дам также информацию не в очень большом объёме, но и у нас не такой большой тайминг, по колористике, то, что не отозвали, то, что не отменили, и то, что вполне соотносится с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Итак, мы сейчас все сидим дома, хотим мы того или мы того не хотим. И я могу сказать по себе, что даже для человека, у которого всё очень обустроено и интерьер сделан, исходя из всех потребностей, желаний и интерьер очень любимый, создаваемый осознанно. В это вкладывалось время, в это вкладывалась энергия. Но тем не менее, когда я нахожусь дома постоянно на постоянной основе, я начинаю замечать вещи, которые до этого я не замечала. Либо меня начинают не устраивать вещи, которые до этого устраивали. Потому что продолжительность воздействия этих вещей, этих решений дизайнерских, которые мне нравились до этого, она стала выше. И эти решения, эти предметы, эти вещи стали восприниматься совершенно по-другому. И я даже не берусь представить, каково сейчас тем людям, которые никогда не задумывались о том, что у них происходит дома, которые не инвестировали в свой интерьер, в своё окружение, которые воспринимали интерьер как место, где они просто ночуют, и которые инвестировали в одежду, в машины, в путешествия, ещё во что-то. А квартира, например, самая обычная, съёмная, или даже своя, но абсолютно не обустроена. То есть сделанная просто по минимуму. И сейчас, когда мы находимся в безвыходном, в прямом смысле слова, положении, мы понимаем, насколько важно то, что нас окружает, насколько ценен интерьер, что это входит в базу, в основу того, как мы проживаем нашу жизнь. И для всей сферы дизайна интерьера я даже не говорю сейчас про количество заказов непосредственно для дизайнеров, для декораторов, я говорю про глобальный рынок дизайна интерьера, про всю сферу. Это огромный жирный плюс. Да, может быть, доходы снизятся, да, может быть, заказов на какое-то время у дизайнеров станет меньше, да, может быть, просядет определённый прослойк рынка, и продавать какие-то предметы будет сложнее. Но в целом сейчас за этот период люди поймут, осознают ценность того, что их окружает, ценность дома. Более того, это будет усиливаться тем, что сейчас, к сожалению, многие вынуждены отказываться от аренды, съезжаться с родителями, например. Многие вынуждены продавать квартиру, которая у них в ипотеке, и опять же переходить на аренду, либо въезжать в родительский дом. И ценность своего жилья, сделанного под себя, который дарит комфорт, который дарит положительные эмоции, растёт. И это невероятно стимулирует весь рынок. И это, я думаю, что, несмотря на обстоятельства, лучшее, что могло произойти именно со сферой дизайна интерьера. И я думаю, что, да, где-то она просядет, но, в общем, в целом вот эта вся ситуация повлияет более чем положительно. Следующий тренд — это автономность. Это как раз предпочтение тех комплексов домов, жилокомплексов и домов, где условно всё включено. И если раньше часто люди смотрели на инфраструктуру района, на то, что можно дойти пешком до каких-то заведений, то после пандемии предполагается, что будет отдаваться предпочтение тем комплексам, тем домам, где внутри уже есть всё. Где есть спортзал, где есть магазин, просто вот спуститься на лифте, где есть, там, не знаю, свои прачечные и так далее. И также это, я думаю, повлияет довольно сильно на планирование самой площади, я об этом скажу чуть позже, и на то, чтобы всё базовое имелось дома для тех, кто может себе это, безусловно, финансово позволить. И как раз следующий наш шаг — это площадь зонирования. И сейчас, когда у нас дети учатся удалённо, им нужно рабочее пространство, и, кстати, сразу же, я уверена, выяснили все косяки в дизайне детских комнат и в том, как проектируется детская комната, потому что, безусловно, в большинстве своём там есть рабочее место, где можно учиться, заниматься, но, как правило, оно не приспособлено для того, чтобы ребёнок там проводил много времени на постоянной основе. Сейчас все те члены семьи, кто раньше уезжал в страну работы, работают из дома. И я могу сказать, что я человек, который привык работать из дома, я фрилансер, я много времени провожу дома, я провожу его дома за работой, у меня оборудовано прекрасное рабочее место. Например, сейчас я нахожусь в своём кабинете, куда я могу зайти, закрыть дверь и, условно, никого не видеть и не слышать. Но, тем не менее, когда это происходит на постоянной основе, когда я никуда не выезжаю, когда есть потребность в ещё одном таком же рабочем месте, как минимум одном, куда можно закрыть двери, где можно уединиться, здесь уже возникают вопросы, как трансформировать пространство, чтобы обеспечить эти условия. И для тех, кто может себе позволить, я думаю, будет расширение площадей, то есть ценность будет в том, что квартира большая. И тренд на то, что маленькая недвижимость, маленькая жилплощадь, потому что, опять же, мы только ночуем, либо пусть будет маленькая, но зато мы отремонтируем, сделаем проект и купим все те предметы мебели, декоры, освещения, искусства, которые нам нравятся, сделаем супердорогой ремонт, супердорогой дизайн, на что не хватило бы ресурсов, если бы площадь была большая. Вот это будет отходить на второй план. И будет принцип «одна функция, одна зона». Я не говорю про «одна функция, одна комната», но хотя бы «одна функция, одна зона», чтобы была возможность разойтись, чтобы была возможность побыть наедине с собой, и чтобы был баланс, было разделение и не было смешения того, что мы вынуждены в одном пространстве и спать, и есть, и работать. То есть от этого, от вот такого объединённого пространства, где все у всех на виду, и вся деятельность происходит в одной комнате, мы будем уходить. Следующее — это цены загородной недвижимости. Это чувствуется уже сейчас. И многие, предвкушая лето в городе, у кого нет своей дачи и нет ресурса снять дом за городом с возможностью проводить там время и быть на природе, и мы видим уже сейчас рост спроса, и по прогнозам он будет расти. То есть если мы говорили до этого, что одним из мета-трендов, глобальных трендов была урбанизация и как раз движение из загорода в город, то и поэтому именно был бум на все истории про урбан-джангл, про ботанический стиль. То есть кусочек… Мы хотим жить в городе, но мы хотим кусочек природы у себя вот в этом городском пространстве. Сейчас отток идёт обратно. И сейчас как одно из хобби и один из вообще в том числе факторов, влияющих на продуктовую историю и на историю с ресторанами, будет то, что так же, вот как то, чем можно отвлечься, как можно прийти в себя, как можно переключить свою голову и в том числе как можно создать себе какой-то, может быть, даже тыл и базу, это занятие земледелием. То есть люди даже с этим никак не связаны, люди совсем других профессий, творческих, интеллектуальных. Место спорта или вместе со спортом, такая новая йога, я бы сказала, это высаживание каких-то, чаще всего, конечно же, не цветов растений, каких-то, может быть, овощей, ягод, фруктов и так далее, то есть заведение своего садика тира огородика. И вот эта история с загородом, она на самом деле очень интересно развивается в скандинавских странах. И если мы говорим про тренд, про загородные, про время пребывания на природе с загородом, который был как раз до начала вот всей этой истории, это полная интеграция с природой, полное соединение с природой. Это дома, которые даже, наверное, сложно назвать домами, абсолютно без каких-либо удобств. То есть нет ни электричества, нет ни газа, нет ничего. Вы живёте так, как жили очень-очень давно люди, и вы живёте по циклам природы. То есть когда солнце встаёт, встаёте вы. Когда солнце садится, у вас нет возможности включить свет. У вас есть свечи, может быть, у вас есть камин, может быть, и вы можете с этим освещением пребывать. Это такое полное отключение от всех гаджетов, от бешеного ритма города, возможность перезагрузиться и вернуться в прежний ритм. И я думаю, что эта тенденция сохранится, такое полное единение с природой. И я думаю, что будет у этого противоположное. А очень часто с трендами, с тенденциями у нас есть А, есть Б, то есть есть одна версия, есть противоположная версия на 180 градусах находящаяся, что как раз наоборот загородная недвижимость, она будет ещё более комфортной, чем возможно есть сейчас, что все технологии, инновации, все удобства, абсолютно всё будет интегрировано для того, чтобы дом мог быть абсолютно полноценным, чтобы вы не чувствовали разницы с жизнью в своей обычной обстановке, в квартире, в городских условиях. И вот как раз с загородом. И я думаю, что в том числе инфраструктура всех посёлков будет также очень сильно развиваться. Следующая история, которая также частично идёт вразрез с предыдущими, это абсолютно нормально, когда мы говорим про тренды, это чувство дома. Так как сейчас, я уже сказала, очень многие вынуждены отказываться из-за финансовых соображений от аренды жилья, которое до этого у них было, от, возможно, даже своей квартиры, которая у них в ипотеке, которую они не могут оплачивать, то у нас усиливается та тенденция, которая на самом деле началась намного раньше, и которая изначально была связана с тем, что люди чувствовали себя как раз очень свободными с точки зрения перемещения, не хотели привязываться к никакому месту. И вели так называемый кочевой образ жизни, и вкладывали не в отделочные материалы, а вкладывали в предметы, которые они могут забрать с собой и которые могут для них являться ассоциацией с домом, с их интерьером. То есть условно они въезжают в новую квартиру, которую они арендуют на долгий срок, или, может быть, которую они арендуют на месяц всего лишь. И они, например, вешают свою картину, ставят свою свечу ароматическую, стелят свой плед на диван. И вот эти три вещи, ну это, конечно же, условный пример, эти три вещи для них являются конденсенцией дома. Это то, что даёт им чувство дома. И вот сейчас с тем, что полная неопределённость, с тем, что люди вынуждены отказываться от своих домов, либо от того, что они считали своим домом, и приезжать, и, возможно, это не окончательный переезд, возможно, дальнейшее снижение условий проживания, то именно те предметы, которые являются любимыми, которые ассоциируются с домашним уютом, с очагом, это то, что будет перевозиться с собой. То есть как раз так, как было в эпоху романики, когда были путешествия по своим замкам, и, соответственно, весь скраб возили с собой, в замках ничего не оставляли, потому что смысла в этом никакого не было. Это могли разграбить, непонятно было, не убьют ли по дороге и смогут ли вернуться вообще хоть когда-нибудь в этот замок, поэтому всё самое ценное брали с собой. И это чаще всего, естественно, все текстильное и какие-то небольшие, насколько это возможно, предметы мебели. Предметы мебели мы знаем, что почти все пошли от сундука, в общем-то. То есть у нас будет развиваться история с этим кочевым домом, кочевым интерьером и с тем, что мы не вкладываемся в отделку, что мы скорее вкладываемся в предметы, которые как раз дают нам ощущение дома. И эти предметы могут быть на самом деле нематериальны. Это тоже то, на что обязательно нужно обращать внимание. Эти предметы могут быть не предметами, а ароматами, а ощущениями. То есть, например, запах какой-то определенной, не знаю, ароматической свечи, комбинация аромата. Это может быть ощущение от определенной подушки либо от определенного текстиля, постельного белья. И вот именно такие какие-то маленькие нюансы, маленькие даже не предметы, а моменты, из них складывается ощущение и чувство дома, что мы находимся дома. И вот эта история, она будет развиваться. Следующее — это тоже то, что началось до пандемии, это ценность ручного труда, ценность ремесленничества, то, что сделано вручную, то, что сделано в единичном экземпляре, то, что сделано под ваши потребности, под ваши запросы, и то, что не повторяется. И здесь много было намешано, начиная от как раз уникальности и единичности предмета, заканчивать поддержкой местного производства, художников, сообщества и так далее, ремесленников. Сейчас в том числе это жизненная необходимость. И я думаю, что это только разовьется. Сейчас мы видим, что очень много DIY сделай сам, начиная от различных косметических процедур, заканчивая, конечно же, тем, что можно сделать с интерьером. Когда невыносимо в том, в чём человек оказался запертым, то есть в том интерьере, который у него есть, начинаются переделки своими руками, потому что ремонтные работы приостановлены. И начиная с того, что, может быть, покрасить стену, я вот сама, честно говоря, хожу мимо одной своей цветной стены, на которой я всё сомневалась перекрашивать из жёлтой в розовую или нет. И вот с каждым днём моё решение зреет. И я понимаю, что если я захочу её перекрасить, то перекрашивать, если даже не то, что я захочу, если я решусь её перекрасить, то перекрашивать я буду своими руками, потому что другой опыта сейчас, к сожалению, нет. И я думаю, что так же, как в случае с задоводничеством, в это просто втянутся. Вот кто-то по финансовым соображениям, кто-то просто как получение удовольствия от ручного труда, потому что в том числе мы понимаем, что любой аматорик, любой физический труд, любой ручной труд, почему сейчас так важно, например, заниматься спортом, он разгружает голову, он убирает стресс, он уводит наши мысли в другие стороны. И, в принципе, человеку очень важно некий прогресс и некое движение. И сейчас, когда мы находимся в бездвижном состоянии условно и без какой-либо определённости, а неопределённости — это большой стресс, то как раз, когда мы можем что-то контролировать, когда мы знаем, что если мы возьмём краску, покрасим стену, то цвет поменяется, что-то в нашей жизни поменяется, плюс это физнагрузка, это какие-то действия, то есть мы не просто сидим и делаем. Это очень терапевтически влияет на состояние. Следующее тоже, то, что началось уже довольно давно, то, что будет только набирать обороты, развиваться в том числе во время и после пандемии, это ре, то есть всё, переработка, recycle, reuse, переделываем, перерабатываем. Это тоже про ручной труд, про перекраску, про перетрансформацию пространства, про редизайн, редекор и так далее. И в том числе вот это преобразование пространства, оно будет довольно актуально как услуга, потому что в том числе те, кто, возможно, планировал сделать полностью, полноценный ремонт до того, как случились все эти события, сейчас, в том числе с изменившимися ценами, себе этого позволить не сможет. И будет уже оставаться с историей, скорее, косметического ремонта, какой-то переделки по верхам, чтобы всё-таки пространство преобразовать, redo, recreate и так далее. И share, когда люди вынуждены отказаться от каких-то предметов, просто в том числе по финансовым соображениям, то вот эта экономика share economy, то, что называется, экономика совместного использования, это будет развиваться. Причём даже несмотря на то, что есть некие опасения пользоваться теми же предметами, которыми уже кто-то пользовался и так далее. То есть я думаю, что тогда, когда спадёт первый страх соприкосновения с окружающим миром, но ещё не уйдёт экономический кризис, вот всё, что связано с делением, с share, это будет развиваться. И также эмоции через интерьер. Мы начали с ценностей дома, мы продолжили тем, что интерьер — это возможность, любой интерьер, куда мы приносим какие-то предметы, это возможность почувствовать себя дома. И продолжить я эту историю хочу тем, что сейчас у нас очень мало положительных эмоций, и очень мало движения. То, о чём я говорила, не физического движения даже скорее, то есть не то, что мы, не знаю, не ходим, не бегаем, не занимаемся как-то активным спортом, не передвигаемся по городу, а именно свобода движения. То есть мы не можем взять и поехать в другую страну либо в другой город. Мы не можем просто взять и решить покататься даже по нашему городу на машине под музыку. Мы не можем сходить в ресторан. То есть у нас обрезаются новые впечатления, новые эмоции, положительные эмоции. И плюс на это накладывается определённая тревожность, волнение с той ситуацией, которая произошла. И каждый волнуется из-за своего. Кто-то боится заразиться, заболеть, кто-то боится из-за своих родственников, кто-то боится из-за экономической обстановки. То есть у каждого есть какие-то свои страхи, свои волнения. И при этом эти страхи и волнения сложно чем-то перекрыть, потому что мы лишены очень многого сейчас, к сожалению. И наше окружение, и вот я бы даже сказала, наш быт, самый банальный быт, вот то, что такие каждодневные, ежедневные действия, которые мы очень часто даже не замечаем. Это то, с чем мы остались. Это то, через что мы можем дарить себе радость, дарить себе эмоции и быть с ощущением движения. Поэтому сейчас в отсутствии возможности путешествовать, чем мы можем добавить эмоции, разнообразие в свою жизнь? Изменениями в интерьер, изменениями в колористике, внедрением искусства, внедрением текстиля, просто какими-то перестановками, радостью от тех предметов, которыми мы пользуемся каждый день. Красивая посуда, красивые столовые приборы, столовый текстиль, постельное бельё. То есть у нас каждое мелкое событие, которое мы раньше не замечали, теперь очень заметно на фоне того, что других событий нет. Поэтому важным, критичным становится всё. Это первое. Второе, у нас не поступают положительные эмоции извне, поэтому мы можем их добрать окружением. Да, мы не можем съездить куда-то, посмотреть другую страну, посмотреть отдалённый уголочек мира. Но мы можем подобрать себе искусство, повесить его и уходить в эти дали, картины, которые мы выбрали. И это тоже то, что будет набирать обороты. И последнее, о чем я хочу сказать именно в этом блоке, у меня ещё для вас два маленьких блока, меньше, чем этот, это технологии. И технологии и с точки зрения того, как проектируется пространство, то есть внимание уделяется не только каким-то декоративным элементам, не только выбору колористики, не только выбору текстиля, одежных материалов, даже предметов мебели и так далее, но и системам, то есть умному дому, которая может в том числе адаптироваться под то, как вам сейчас, в том числе с физической точки зрения. И ещё по поводу технологий, это как раз подведёт нас к следующему блоку информации, о которой я хочу поделиться. Это то, что никуда мы, я думаю, не уйдём, а наоборот ещё глубже погрузимся в дополненную реальность. И сейчас те из вас, кто, может быть, уже пользовался Зумом, устраивал вечеринки по Зуму, либо, может быть, участвовал в каких-то деловых мероприятиях по Зуму, вы видели, что многие выбирают себе фон и находятся как будто бы в космосе, либо ещё где-то. И вот эта история с тем, что вы можете поменять облик своего интерьера, опять же, чтобы получить эмоции, то, что мы говорили на предыдущем слайде, без того, чтобы делать что-то физически, и будет развиваться. И это как раз приводит нас к следующему блоку. А следующий блок — это то, что мне удалось посетить и узнать до закрытия всех границ и до отмены и переноса всех выставок. Это прогноз, который сделала компания NCS, Natural Colour System, на как раз 2021 год. По колористике компания занимается, это Институт цвета, она занимается исследованиями, и каждый год они придумывают, как придумывают, они анализируют всё, что происходит в мире и выделяют четыре истории. И я сейчас с вами поделюсь тремя из четырёх, которые, на мой взгляд, всё же сохранятся, даже несмотря на те перемены, которые у нас с вами сейчас происходят. И первая история, вы видите, колористика, не буду её комментировать, это Virtual Relativity. Как я сказала в самом начале, все те стилевые тренды, которые у нас есть, те цвета, которые актуальны, те формы, которые актуальны, те стили интерьера, которые актуальны, они все происходят, они не берутся с потолка, они не берутся извне, они не берутся с того, что происходит в мире. И вот эта колористическая гамма, она про потребность, про желание немножечко в том числе разнообразить свою действительность и при этом сделать это так, чтобы у нас сохранилось ощущение реальности. И я здесь позволю привести себя для чего? Например, может быть, кто-то из вас знает. Очень давно, мне кажется, ещё конец 80-х, начало 90-х был такой сериал, который назывался «Скользящие», про то, что была группа учёных, которые придумали машину, позволяющую им путешествовать по параллельным мирам. И они попадают в каждый мир, у них есть таймер, и они, только попав в следующий мир, смотрят на таймер и понимают, сколько времени они ещё там проведут. И как раз это история про то, что они хотят вернуться. То есть они не собирались уезжать в свой мир, и всё это произошло абсолютно случайно. Мир — это наш с вами мир. И вот в одной из серий они попадают в мир, который невероятно похож на наш, на тот, из которого они уехали, где также есть группа учёных, которые уехали, где их дом находится там же, и родители, родственники их узнают. Но какие-то моменты, они по-другому сделаны, по-другому произошли. И вроде бы всё то, но при этом не то. И это скорее отрицательный пример, но на этом примере, ну, например, там это всё происходит в Сан-Франциско, и вот там мо золотые ворота, он не красный, а, по-моему, голубой. Не одна команда выиграла какой-то чемпионат, а другая. То есть вроде бы вот какие-то такие нюансы, но они определяют. И вот здесь, когда мы говорим про virtual relativity, виртуальная относительность, обратите внимание, не reality, а relativity, относительность. Речь идёт о том, что мы не хотим полностью искусственный, придуманный мир. Мы не хотим ощущения в этом мире, что там всё сказочно и там всё ненастоящее. Мы как раз хотим такую дополненную реальность, когда мы видим узнаваемое. И у нас действительно стирается грань, то есть чуть более улучшенная версия того, в чём мы есть сейчас, в чём мы живём сейчас. И это вот то, что называется таким условным термином «мир пони-единорогов». И колористика, вы видите, она соответствующая. То есть это пастельные, пастельные, прошу прощения, оттенки, пастельно-цветовая гамма, розовые, сиреневые, голубые. И главное, что это не просто локальный цвет, один из пояса. Главное, чтобы это был такой перелив и перетекание. То есть вот такой полунастоящий мир, мир, где много узнаваемого, где мы не уходим полностью от реальности, но при этом приукрашенный и улучшенный. Следующая история, и это тоже, она, естественно, не соотносится с предыдущей. И это тоже, на мой взгляд, что будет актуально, сохранить свою актуальность и будет набирать обороты. Несмотря на то, что сейчас огромный доступ к информации, и до этого даже были макро-тренды, истории о том, что сейчас я это сформулирую, в общем, счастье в неведении. То есть была история о том, что люди уже не могут получать информацию, они не хотят получать информацию, они не хотят знать, что ещё где-то в мире произошло, они хотят жить вот в своём маленьком мирке, и у людей притупляется чувство эмпатии, потому что они просто не могут сопереживать всему тому, что происходит во всём мире. И сейчас похожая история, история про то, что информации очень много, источников информации очень много, и эту информацию очень легко фальсифицировать. И хочется честности, хочется знать, как дела обстоят на самом деле. То есть смотрите, предыдущие, мы хотели полувиртуальный мир, полуреальный мир. Здесь мы хотим пусть даже самую горькую, но правду. А получаем мы её через взаимодействие с природой, через взаимодействие с самыми простыми вещами, которые невозможно подделать. И как раз история про домик где-то в лесу, в поле, где нет электричества, где нет газа, где нет ничего, где вот всё подлинное, всё настоящее, всё такое, как есть, это как раз про эту честность, про непреукрашенность. И вы видите соответствующуюся цветовую гамму. И последняя, колористическая история, после чего я ещё покажу два слайда и сделаю пару ещё комментариев и буду готова отвечать на ваши вопросы. Так вот, последняя колористическая история это сидз. Сидз — это семена. Это как раз про аутентичность того региона, той страны, про историю культурную той страны, того региона, откуда мы. И так как мы сейчас в большинстве своём сидим по своим странам, по своим городам, можем пользоваться всем локальным, то, на мой взгляд, эта история будет расти. И здесь как раз речь не о том, что… Ну, была изначально речь не о том, что вот мы запираемся и пользуемся только тем, что произведено у нас, только тем, что является нашим фольклором, нашей историей, нашей культурой, а что мы с гордостью делимся всем тем хорошим, что есть в нашей культуре, что есть в наших истоках со всем миром. Сейчас у нас нет возможности делиться, но сейчас у нас есть возможность оценить то, что есть в нашей стране, в нашей культуре, в наших истоках. И эта история, на мой взгляд, тоже будет иметь продолжение. И я хотела бы закончить бизнес аспектами и буквально несколько слов сказать о том, что же во всём том, что происходит, и во всём том, куда движется рынок дизайна, исходя из того, что происходит сейчас, может быть, завтра всё поменяется, что делать дизайнерам, что делать декораторам, что делать. Во-первых, можно дать очень много рекомендаций, начиная от того, что выходить на тот сегмент рынка, на который не влияют вообще никакие экономические кризисы, заканчивая тем, что выходить на те профессии, я бы даже сказала, не сегменты, которые продолжают работать, и спрос которых растёт, в частности, это вся IT-сфера. Но я дам ещё несколько более общих, может быть, универсальных советов. Это дробить свои крупные услуги на более мелкие. Сейчас будет волна микроуслуг. Это то, что вы можете уже оказывать сейчас, и предлагать консультации маленькие, может быть, не по всей квартире, не по всему дому, а по оборудованию пространства, консультации на тему, что можно заказать в интерьер в рамках какого-то небольшого бюджета, чтобы было выносимо в этом интерьере находиться для всех тех, кто раньше о доме не задумывался вообще. И думать в сторону услуг по переделкам, по не полностью дизайн интерьера, дизайн-проект, стройка, а редекорирование, может быть, рестайлинг, может быть, какие-то трансформации одну комнату в другую, переезд из комнаты в комнату, когда мы, скажем, переносим спальню в бывшую гостиную и наоборот. То есть думайте, какие маленькие, недорогие и быстрые услуги вы можете оказать для облегчения той ситуации, которая есть сейчас, и уже после окончания карантина на какие услуги более мелкие, соответственно, более недорогие может быть спрос. Следующее. Мы с вами говорили про чувство дома, мы говорили с вами про эмоции от интерьера, и сейчас во все времена, чтобы преуспеть, нужно быть очень гибким, нужно быть креативным и нужно быть адаптивным. И сейчас наступает эра, эпоха человека, хотел сказать, в Средневековье, человека Возрождения. Человеку, который в рамках своей профессии может заниматься много чем. И я бы, особенно пока вы находитесь, может быть, в условиях меньшей работы, меньшего количества работы, занималась самообразованием, смотрела на смежные компетенции. Например, на тему искусства в интерьере, либо аромата в интерьере, либо на сферу декорирования, не полностью разработки проекта, а именно как преобразить уже имеющееся исходное пространство. Это то, что будет актуально и востребовано. И не могу не сказать по поводу этого слова, по поводу импортозамещений. Сейчас очень много разговоров о том, что большой пласт тех заказчиков, которые раньше могли себе позволить средний сегмент импортной продукции и заказывали Италию, Германию, Францию, пусть даже в разных ценовых категориях, сейчас будут от этого отказываться, просто потому что нет на это бюджетов и будут смотреть на российских производителей. Да, для многих это будет вынужденная мера. И сейчас, на мой взгляд, очень хороший период как раз для всех тех, кто занимается производством, развития своего производства именно российского, сделать действительно классно, сделать круто, сделать хорошо, чтобы вас выбирали, не потому что больше нечего выбрать, и ограничен бюджет, ограничена возможность, чтобы вас выбирали, потому что у вас круто, либо, по крайней мере, не хуже и не уступает качество, не уступает сервис, не уступает ответственность тому, что нам производят, привозят из-за границы. И чтобы даже тогда, когда опять возрастёт покупательская способность и у людей появится возможность покупать, что им хочется, а не что они вынуждены, вас выбирали. Не потому что вы единственные на рынке, а потому что у вас правда круто и правда классно. И то же самое мне хочется сказать и для дизайнеров, декораторов, с которыми я сейчас общаюсь, которые меня сейчас слушают. Да, возможно, сейчас вы не можете продать все свои услуги или продать их по высокой стоимости, но вы можете создать вокруг себя сообщество людей, которые вам доверяют, которым вы сейчас помогаете, возможно, в меньшем объёме и за меньшие суммы, но которые к вам вернутся, потому что они вам доверяют, потому что они вас знают, потому что они вас любят, тогда, когда у них появится возможность и приведут к вам всех своих друзей и знакомых. И в завершении, при этом отвечать на ваши вопросы, я также хочу поделиться и я хочу вам предложить страницу с бесплатным материалом. Это те лекции, которые я проводила в последнее время. Они открыты, они бесплатные. Вы можете пройти по QR-коду, и после регистрации вам будет доступно восемь полноценных лекций, качественных, с большим объёмом материала, по разным темам. Вы видите, что здесь много про бизнес, что здесь много про дизайн-декор, и также вам будет доступен обзор книги. Пожалуйста, вы можете просканировать, перейти, зарегистрироваться, и здесь больше восьми часов супер-качественной информации. И самое последнее — это мой Инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь, я буду рада видеть вас среди моих подписчиков и делиться с вами информацией и там. Что ж, я закончила, и, Алексей, я готова отвечать на вопросы, если они есть. Замечательно, Дарья. Да, давайте посмотрим, что там точно было, вот несколько видели. Вот, сейчас давайте зачитаем некоторые из них. Да, так, сейчас по порядку. Да, есть вопросы от Лены Донцовой. Дарья, есть ли смысл следить за трендами, если сегодня они так быстро меняются? То есть такое ощущение, что жизнь сейчас идёт быстрее трендов и насколько тренды актуальны для жилых интерьеров? Елена, спасибо. Очень интересный вопрос. Смотрите, я бы следила не за стилевыми трендами, я бы следила за более глобальными трендами. То есть вот сейчас я бы смотрела не на то, какой конкретно цвет актуален, а какой оттенок актуален. Я бы смотрела на, скажем, то, что возрастает взаимодействие с интерьером, и каждое действие в интерьере становится важным. И, например, очень меняется ощущение роскоши, отношение к роскоши, и меняется отношение к так называемым расходникам. То есть люди готовы инвестировать в постельное бельё, потому что пользуются этим каждый день, в, не знаю, посуду и так далее. То есть я бы смотрела не по конкретным предметам, не то, какая посуда сейчас актуальна, а то, что, в принципе, идёт бум на то, чтобы обустраивать свой быт. И вот на такие тренды, да, не то, что можно, а нужно, и вы, будучи профессионалом, должны обращать внимание. По поводу жилых интерьеров. Сейчас я уже говорила о том, что будут важны эмоции через интерьер, и будет очень важна история про редекорирование. И так сейчас многие отказались от своих квартир, будут переезды. И вот как раз история про то, что мы хоть чуть-чуть, но переделываем интерьер под себя, когда переезжаем, и это как раз чаще всего делается с точки зрения того, что сейчас модно и актуально. Поэтому, да, если вы планируете давать, делать мелкие услуги, короткие услуги, то вам нужно следить, в том числе и за мелкими, стилевыми трендами в жилых пространствах. Супер, идём дальше. Вопрос от Елены Фёдоровой. Спасибо огромное. Рассказали всё, что крутилось у меня в голове. Как вы относитесь к орнаментам, народным современным паттернам в интерьере на стенах, например? Стоит ли создавать на этом свой стиль? Или же лучше следить, опять же, за трендами? Большое спасибо за ваш комментарий. Я всегда за свой стиль. Я всегда за то, чтобы делать то, что вам нравится, то, что вам хочется, то, в чём вы видите красоту. И я вас уверяю, что на это найдутся заказчики. И как раз ещё одна история про то, как отстроиться от конкуренции, как выделиться, в том числе в рамках кризиса и спада, это предлагать что-то уникальное, быть собой. Поэтому используйте то, что вам откликается. Супер! Идём дальше. Вопрос от Оксаны Калиниченко. Дарья, где вы черпаете такое огромное, судя по вашей лекции, количество информации? Чем руководствуетесь, анализируя эти потоки информации? Что для вас является главным в оценке реальной реальности жизни сегодня? И спасибо огромное за информацию, которую дали просто ошеломительно. Оксана, спасибо вам большое за обратную связь. Вы знаете, я всегда говорю о том, что я преподаватель, я учу, но я вечно студент. Я постоянно, без какой-либо остановки, учусь. И сейчас моя самая большая беда и грусть, и расстройство, что у меня сорвались очень многие образовательные поездки, просто потому, что никакие вузы зарубежные не работают, естественно, никуда улететь нельзя. И я сейчас быстренько ищу замену всему онлайн-курсами. Начнем с того, что я изучала тренд-аналитику, проходила несколько курсов по тренд-аналитике. Я ездила на мастер-классы к зарубежным специалистам, которые занимаются тренд-аналитикой. Я подписана на все возможные рассылки, мероприятия, связанные как раз с прогнозами. Я читаю не только то, читаю, смотрю, изучаю не только то, что происходит в мире дизайна, потому что дизайн — это лишь маленькая часть вообще общих трендов. Поэтому это скорее переработка огромного пласта информации и уже, наверное, умение выделять главное, вычленять главное. И это умение появилось как раз за годы, в принципе, обучения, когда я учусь сама, и за годы обучения и работы именно с точки зрения аналитики трендов и того, что происходит. То есть здесь уже какой-то навык, что ли. Спасибо очень, очень интересный вопрос. Супер! Вопрос от Анастасии Беляевой. Спасибо за информацию. Как вы думаете, как изменится жизнь и судьба общественных пространств? Какие тренды в проектировании общественных интерьеров назревают? Большое спасибо за вопрос. Это очень сложный вопрос, я честно скажу. И здесь сложно прогнозировать. Я буквально в феврале была на Еврошопе. Это выставка в Диссельдорфе, как раз посвящённая в основном торговым пространствам. Но там было очень много мероприятий, лекций, в том числе и про другие виды общественных пространств. И все говорили единым фронтом про две вещи. Про сервис и впечатление. Что сейчас самое главное во взаимодействии с клиентом это сервис и впечатление. Это относится, естественно, и к отелям, и к ресторанам, и к магазинам. И я думаю, что вот эти два пункта сохранятся в любом случае, вне зависимости от того, как и что будет открываться. Я думаю, что всё-таки довольно многие точки закроются. И я думаю, но тоже нужно смотреть на развитие и на экономическую ситуацию. что те, кто выживет и куда будут ходить, это будет как поход в Диснейленд. По крайней мере, какое-то время. То есть это люди будут выбирать те места, те заведения, где правда всё на высочайшем уровне, где всё просто супер-супер, где потрясающее обслуживание. Я думаю, сейчас везде подтянется. Где потрясающая, если мы говорим про рестораны, еда, где вы можете не просто поесть, а получить впечатление от еды. И где прекрасный интерьер, также производящий впечатление. Вот эти места будут в приоритете. То есть если уж идти для тех, у кого маленькие бюджеты, то идти в самое интересное, самое классное. Люди, у которых бюджеты большие, которые сголодались по впечатлениям, они, естественно, будут выбирать в самое интересное. Что касается офисов, то я думаю, что будет очень большая трансформация. Я думаю, что многие привыкнут работать из дома. Сейчас, во-первых, будут сокращать штаты многие компании, во-вторых, увидят профит в том, что не надо создавать рабочие места. Я имею в виду физические рабочие места. И я думаю, что в том числе будет очень востребована услуга, это уже есть за границей, когда компания выделяет бюджет сотруднику на оборудование рабочего места у себя дома. И вот на такую микроуслугу тоже будет запрос, как я предполагаю. Поэтому посмотрим. Но вот ещё раз, сервис и то, какой опыт проживает вместе с вами человек, очень-очень важны. И я думаю, что будет также развиваться, последнее, что скажу по этому вопросу, будет развиваться история с виртуальным пространством. То есть у нас виртуальный магазин будет не просто, что вы заходите и выбираете вещи, а вы как будто вы прям попадаете в комнату, в шоу-рум и в том числе получаете такую эмоцию, такое впечатление. Я думаю, что так. Замечательно. Идём дальше. Есть вопросы от Елены Онищенко. Вы говорите о различных противоположных трендах. Что вы имеете в виду? Что получит распространение один из них, либо они могут существовать параллельно? Они могут существовать параллельно. Во-первых, мы понимаем, что разные культуры в разных странах, мы понимаем, что есть расслоение финансовое. ещё которое было до пандемии. Мы понимаем, что есть теория поколений и то, что актуально для людей 17-24, уже не очень работает для людей 25-34. И да, какие-то тренды, они диаметрально противоположны, но и то, и то работают просто для разных людей. Даже я могу привести свой любимый пример про эко, тему эко в интерьере, которая развивается абсолютно противоположными путями. То есть, с одной стороны, тема эко развивается от нынче, когда мы используем не просто натуральный материал, а самые редкие, самые дорогие материалы в своём интерьере, до того, что мы перерабатываем детские игрушки в детские предметы мебели из пластика. Это всё тема экологии, но это две диаметральные вещи, соединённые одной историей про то, что у нас есть взаимоотношения с природой, либо с её сохранением, либо, наоборот, с её использованием в интерьере. И точно так же во всех более крупных трендах. Супер, двигаемся дальше. И вопрос… Так, сейчас найду, где-то он у нас там был. Вопрос с Олесей Конниковой. Каким образом, как правильно транслировать информацию о трендах своим клиентам, которые очень далеки от этого, и нужно ли это делать, когда клиенту это просто-напросто чуждо? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Я считаю, что мы не можем, как профессионалы, подстроиться под абсолютно каждого клиента, что у вас должна быть своя позиция, то, как вы работаете, какие тренды вы для себя принимаете, как профессионал, как специалист, и какие вы используете. И в долгосрочной перспективе мы, конечно же, работаем с более глобальными трендами, а не с более мелкими трендами. И если вас саму заводят делать интерьеры актуальные, интерьеры, которые выглядят стильно и модно именно с точки зрения стилистических трендов, то, глядя на ваше портфолио, к вам будут приходить такие заказчики. Мы не можем спрашивать у каждого заказчика, хотите вы трендов немножко или нет. То есть мы должны про себя знать, как вам хочется, с чем вам интересно работать, какие из более глобальных трендов вы для себя принимаете. Например, я не знаю, что должно произойти в моей жизни, что мне захотелось пожить в лесу без электричества. Может быть, когда-нибудь я до такого дойду. Сейчас при одной только мысли об этом у меня бегут мурашки по спине. Но тем не менее есть люди, которые были бы счастливы это сделать. То есть я про урбанизацию. Пока. Точно так же вы можете для себя решить, что вот эти глобальные тренды, они мне близки, с ними работают. А дальше уже решать по стилевым. Также, если у вас… Хотите вы делать актуальные интерьеры, и, соответственно, ваша стилистика будет немножко меняться постоянно, и клиенты будут к вам приходить с горячими глазами и говорить, хочу всё самое модное. Либо у вас вообще есть своя стилистическая история, и вы, например, про классику. И здесь уже никаких трендов речи идти не может. И здесь вы можете как раз только с макротрендами работать. Поэтому я бы не постаралась под каждого клиента, под его пожелания. Я бы исходила из себя, из того, что лежит в основе вашего бренда, что является вашим стилем, вашим почерком. Супер. Дарья, у нас есть ещё вопросы. Осталось буквально пару минут, поэтому попрошу прям максимально быстро, чтобы мы на все успели. Вопрос от Эльса Эрнеста мной. Да, опять же, извиняюсь, если неправильно произношу фамилию и имя, но ближе к делу. Для небольших городов, где непросто предлагать услуги дизайна интерьера, что может быть актуально в условиях кризиса? Весь мир на вашей ладони. Сейчас все работают удалённо, не ограничивайте себя вашим городом и предлагайте себе те же самые услуги на другие города, на другие регионы, на весь мир. Супер. Замечательно. Так, и, скажем так, вопрос следующий от Ники Шариповой. Дарья, как думаете, будут ли компании, институты по цвету выводить новые тренды в связи со сложившихся ситуаций? Какие цвета будут актуальны по-вашему? Я думаю, что какие-то переработки будут, безусловно, но вот пока то, что я показываю, вот эти разные истории, это пока никто не отзывал, и я думаю, что так или иначе они сохранятся. Супер. Вопрос от Анны Шаповаловой. Вы считаете, что декораторы будут более востребованы, чем дизайнеры интерьера? И если да, то как долго это может продлиться? Ну, судя по тому, что сейчас очень много идёт на упрощение, по крайней мере, шло на упрощение, я не думаю, что декораторы будут более популярны, чем дизайнеры. Я думаю, что просто рынок для декораторов будет расти, и в том числе это связано с тем, что сейчас уже есть очень много недвижимости, где когда-то был сделан классный ремонт с дизайнером, но этот ремонт, этот дизайн уже морально устарел. То есть его переделывать полностью не хотят, уходить в капремонт не хотят, потому что ещё помнят, что было, но при этом хотят освежить. Вот это освежить, на это спрос растёт. И да, я думаю, что рынок на декораторские услуги, он будет расти, и я думаю, что пока я не вижу причин для спада для этого. Я думаю, что пока это будет на усиление. Замечательно, Дарья. И последний вопрос тогда на сегодня. Вопрос также от Дарьи Жвакиной. Добрый день. Недавно было всё серое, видимо, наелись и устали от этого монохрома. Сейчас пошёл тренд на яркие интерьеры. Вопрос. Для маленьких квартир использование вау, ярких и насыщенных цветов, по вашему мнению, возможно? Не будет ли визуально уменьшать площадь ещё больше, вот такие яркие цвета? И как долго это будет актуально, как быстро могут утомить яркие контрасты? На самом деле, сейчас до сих пор ещё актуален серый и бежевый, и есть такой тренд, как Posh Neutrals, роскошный и нейтральный. Это то, что до сих пор актуально и тоже не будет уходить. А по поводу маленького пространства и ярких цветов, то здесь всё очень зависит от человека, который живёт. И обычно у нас есть два подхода. Либо человеку нужна поддержка того, что у него внутри. Например, он очень эмоциональный, и ему надо, чтобы вокруг было ярко. То есть у него внутри кипит, и вокруг надо, чтобы кипело. Либо наоборот, у него кипит, и надо, чтобы вокруг всё было бежевенько. Поэтому здесь колористика — это как раз то, что во многом зависит от заказчика, и здесь нет универсальных решений. Кому-то, правда, будет тесно в маленькой яркой квартире, а кому-то даже в маленькой квартире захочется очень много цвета и много яркости. Супер! Дарья, на этом всё. было просто потрясающе. Спасибо большое. И здесь ещё есть комментарии, как я думаю, вы и догадываетесь и поняли, что большое спасибо за ответы, за выступление. Очень ярко, здорово, поэтому мы аплодируем вам. Большое спасибо за выступление и за ответы на вопросы. Ну и, Дарья, сейчас нужно выбрать нам двух победителей. Два человека, которые получат альбом «Out of the Blue» от компании «Мандерс» и вот два самых интересных, наболевших, острых, понравившихся вам вопроса давайте выберем. Мне очень понравился вопрос про общественный интерьер. Действительно, я это не затронула. И мне понравился вопрос про то, как работать. По-моему, Оксана задала вопрос про общественный интерьер, но я могу ошибаться. И мне понравился вопрос про то, что делать с трендами, у меня просто записано, что дело с трендами, если заказчикам это не откликается. Так, я понял, но давайте я быстро постараюсь найти эти вопросы. Я их тоже помню. Сейчас просто найдём, кто их спросил. Так, секунду. Общественный интерьер… Я сразу верну на страничку с лекциями. Если кто-то хочет ещё послушать информацию, то, пожалуйста, вот она для вас. А вы пока вы ищите. Да-да-да-да-да. Анастасия Беляева, это как раз-таки был вопрос про общественные пространства, общественные интерьеры. Поэтому, Анастасия, поздравляем вас. Первый приз уходит к вам. И второй вопрос был ещё раз, Дарья, напомните, что вам запомнилось. Что делать? Стоит ли предлагать какие-то тренды заказчику, если заказчик далёк от тренда? Да, это была, да, Олесикова и Конникова. Да, если клиенту это чуждо, вот как раз вопрос про тренды. Поэтому, девушки, поздравляем, призы ваши. Сейчас появится ещё раз электронная почта, email-адрес в комментариях, на который вам нужно написать, вот, и чтобы призы, подарки нашли своих победителей. Напомню, что это альбом Out of the Blue от компании Мандерс, поэтому мы вас поздравляем. поздравляем. Дарья, ну и ещё раз большое спасибо вам. С нами была Дарья Казанцева. Мы вас обнимаем, любим, целуем, и всего доброго. До свидания. До новых встреч. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...